Недостаток света может вызвать иммунодефицит, однако долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей. О том, какую пользу и вред несет солнце для кожи, в нашем сюжете. Летом кожа человека испытывает колоссальный стресс, провоцирующим фактором является жара и, как следствие, повышенная потливость, активное солнечное облучение, резкие перепады температур. Все это может привести к определенным проблемам, которые проявляются на нашей коже. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Осавказыма-Герамова. Солнечные лучи могут вызывать ряд реакций на кожу. Туда включены фототравматические реакции, фотоаллергические реакции, диабетические реакции, фототоксические, фотодинамические реакции и отсроченные реакции. Самая распространенная из реакций – фототоксическая. Это избыточное действие солнечных лучей на кожу, вызывает солнечные ожоги. Необходимо защищать самые чувствительные к солнцу участки кожи, склонные к обгоранию и образованию пигментации. Существует пять фототипов кожи. Если у человека светлая, очень светлая кожа, тогда надо уже более высоким процентом солнцезащитным кремом пользоваться. И каждый раз после купания повторно надо наносить солнцезащитные крема, потому что они замываются с водой. Человеку в день достаточно 10-15 минут, чтобы получить необходимый уровень витамина D. Умеренное нахождение на солнце несет для организма только положительный эффект. Улучшается внутреннее состояние организма, иммунитет, обмывание веществ, мышечный тонус, нервная система, вырабатывается витамина D. Врач-дерматолог напомнила, что важно не забывать о правилах пребывания на пляже. Лучше либо до 10 утра, либо после 16 вечера. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.